Российский диктатор торжественно назвал 2024 год годом семьи. Предназначение семьи это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа. Но Путина трудно назвать примерным семьянином. Громкий развод, десятки любовниц и даже слухи о педофильских наклонностях. Личная жизнь президента РФ очень далека от традиционных ценностей. Вот все то, что есть сегодня на сегодня, показывает, что у него никаких семейных ценностей нет. Ноль, зеро, вообще никаких. Также от пределов приличия далеки и подарки, которыми Путин задаривает своих фавориток. Многомиллионные счета в банках, поместья, целые бизнес-компании. Бункерный дед по-настоящему балует своих женщин. И, конечно же, это все за счет русского народа. Журналисты Навальный Лайф узнали, сколько же за любовь платит российский президент. Первой жене Путина Людмиле с подарками в начале семейной жизни не везло. Но зато при разводе женщина получила все сполна. Мне сначала свою бывшую жену Людмилу Александровну замуж надо выдать, а потом же я о себе подумаю. Узурпатор выдал ее замуж за Артура Очеретного. Интересно, что мужчина моложе Людмилы аж на 20 лет. Именно после свадьбы на них посыпались деньги и многомиллионные активы. У президентских родственников появилась и вилла на Атлантическом побережье Франции за 5 с лишним миллиона евро. Квартира за 3,5 миллиона франков на горнолыжном курорте Давос. Целых две квартиры в испанской Малаге. Первые апартаменты имеют 220 квадратных метров и стоят 800 тысяч евро. А вторые площадью 405 квадратов почти 1 миллион 400 тысяч евро. Государство будет делать все для поддержки семьи. Это наш безусловный приоритет. Элитная недвижимость у Людмилы появилась и в Москве. Речь идет о доме Волконских, который расположен в самом сердце столицы. Памятник архитектуры стоит около 10 миллиардов рублей. И сейчас на его сдачи бывшая президента зарабатывает 250 миллионов рублей в год. Кроме бизнеса Людмила Путина Очеретная владеет фирмой Кармани. Которая выдает деньги взаймы под залог авто. После начала полномасштабной войны России против Украины русский народ стал намного беднее. Поэтому начал искать деньги в микрозаймах. И бывшая первая леди круто поднялась на чужом горе. По итогам 2022 года она заработала на микрозаймах 391 миллион рублей. Неплохо так Путин отстегнул бывшей жене замолчание. Еще одна пассия кремлевского фюрера Светлана Кривоногих. В начале нулевых, будучи еще студенткой, она закрутила роман с Путиным. За бессонные ночи он подарил ей почти 3% акций Банка России. В денежном эквиваленте это около 800 миллионов рублей. Также историческое издание «Ленинград-центр», которое расположено в Таврическом саду. Сейчас там регулярно проводят эротические представления и кабаре-шоу. Светлана Путину тоже приготовила подарочек. Родила внебрачную дочь Елизавету. Тест ДНК даже проходить не надо. Отчество девушки Владимировна, а с папочкой она на одно лицо. После такого сюрприза любовница тогда еще молодого президента РФ получила квартиру в самом элитном районе Санкт-Петербурга на Каменном острове. В общей сложности все имущество, недвижимость и бизнес, который Путин подарил своей наложнице, журналисты-расследователи оценили почти 8 миллиардов рублей. Ну так бывает так в жизни. Ничего такого страшного здесь нет. То ли был слишком стар для юной девушки, то ли без ума от гибкости олимпийской чемпионки, Путин больше всего имущества подарил Алине Кабаевой. То есть деньги для вас важное что-то? Конечно, это важно, потому что без денег-то никто. Ее роман длится с президентом России с средины нулевых. Она смогла отбить политика не только у любовницы Светланы Кривоногих, но и у жены Людмилы Путиной. Сейчас Алину Кабаеву называют неофициальной первой леди России. Пожелаем успеха каждому из нас и всем нам вместе. Так гимнастка получила от Путина в подарок гигантский пентхаус в Сочи. Целый дом расположен на крыше элитного ЖК. По рыночным ценам стоимость такого фантастического жилья полмиллиарда рублей. В этом же комплексе у Алины есть несколько квартир, каждая по 65 миллионов рублей. Но это не все. В фаворитке Путина есть еще апартаменты и участки земли в Москве и области, а также роскошная вилла Франции. Общая стоимость имущества 120 миллионов долларов. Не так давно начали ходить слухи о новой пассии российского президента Екатерине Мизулиной. Она выступает за цензуру в интернете, штрафы и другие санкции в адрес СМИ и социальных сетей, которые не согласны с политикой Кремля. Это главный борец со свободой слова. Она создала Лигу безопасного интернета. Именно по ее доносам закрывают многие-многие-многие сайты. Союз с Путиным, он пиаровски очень выгоден обеим странам. Потому что для Путина это как бы показатель, что он еще о-го-го. Ну а для Мизулиной это тоже, конечно, вещь такая достаточно статусная. Интересно, что гардероб агрессивной чиновницы журналисты-расследователи оценили в 25 миллионов рублей. Конечно, с кем встречаться, что дарить и кого любить – это дело личное. Но когда речь идет о Путине, то все его романы должны быть явными. Ведь все роскошные дома, бизнес-активы и люксовые украшения, которые он дарил своим любовницам, так или иначе куплены на украденные деньги россиян. За счет грабежа других народов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова